Привет, друзья! Меня зовут Иванка, и рада видеть вас на канале Польский Онлайн. Сегодня у нас с вами видео, которое вы уже довольно-таки давно запрашивали. Мы поговорим сегодня с вами о сленге, о таком разговорном польском, но хочу вас сразу предупредить. Данные слова, которые мы сегодня с вами будем изучать, я не рекомендую, точнее нельзя их использовать в официальном польском, то есть, когда вы разговариваете с людьми, с которыми не слишком близко знакомы, или же с начальством, не знаю, в каких-то установах государственных. То есть, данные слова вы можете использовать либо с друзьями, либо с очень близкими вам людьми. Перед тем, как мы начнем, я напоминаю, что к видеоролику у вас есть конспект, в котором выписаны все эти слова с примерами, поэтому обязательно его качайте по ссылке в описании. А мы начинаем! А начнем мы, друзья, с глагола спадать. Спадать имеет несколько значений. Представим себе ситуацию, что вы с друзьями проводите время, где-то гуляете, и тут вы понимаете, что вам надо бежать, и говорите, а, сори, мужа, спадать. То есть, сори, мне надо бежать, мне надо уходить. И говорите, окей, я спадом. Я спадом, то есть, я ухожу. Вторая ситуация, если, например, нам кто-то не нравится, и мы хотим, чтобы он побыстрее вот как-то свалил, ушел, мы можем сказать, а, спадай. То есть, давай, уходи, не беси меня больше. Наше второе слово это акция. К сожалению, ничего общего с акциями в магазине оно не имеет. Акция, то есть, я качтивна, нетипова ситуация. То есть, это какая-то странная ситуация, нетипичная для нас ситуация. Например, мы можем сказать, али акции вчера и видя вам. Это значит, что вот это я странную ситуацию вчера видел. Наше следующее слово odlot. Оно имеет официальное значение и сленговое ветер, то есть, это просто очень круто, это очень классно. Следующее слово, противоположное по значению к предыдущему. Мы можем услышать выражение alewiocha. Wiocha вообще идет от польского слова вещь, что значит деревня. А alewiocha это значит вот что-то такое очень, что нам не нравится, что-то такое деревенское. Не в плохом значении, а такое устарелое, что-то не классное, что нам точно не подходит. Наше следующее слово beka. Beka это значит что-то смешное, что-то веселое. Например, мы можем сказать, а завшимам beka с той ситуацией. То есть, мне всегда смешно, мне всегда весело из-за этой ситуации. И, кстати, мы недавно совсем разбирали в моем инстаграме данное слово, данное выражение. Поэтому, если вы еще не подписались, польский онлайн-профиль, обязательно подписывайтесь. Там я появляюсь чаще и также много полезной информации. Наше следующее выражение beka, что значит без шуток. Когда мы хотим подчеркнуть серьезность ситуации. Например, можем сказать beka, я сто раз кожей. То есть, серьезно, с каждым разом все хуже. Наше следующее выражение похоже к предыдущему, но имеет немного другое значение. Звучит оно как без киту. Без киту это serio, на правда. То есть, я не вру. Когда мы хотим подчеркнуть, что это действительно правда. Тогда можем использовать выражение без киту. А у меня для вас, друзья, напоминалка, что уже вот-вот стартует онлайн-курс польский за два месяца. 20 февраля старт, до 25 вы можете еще присоединиться. Поэтому, друзья, если за два месяца вы хотите получить базу польского языка. Это 30 видео уроков с разбором базовой грамматики и лексики. К каждому видео уроку у вас есть конспект, есть домашние задания, есть тесты и вебинары со мной в зависимости от уровня. Обучаться вы можете в любое удобное для себя время. Все уроки доступны на платформе. Также вы можете просматривать их с мобильного. Есть специальные приложения. Поэтому, если вы хотите уже сейчас начать обучение и получить за два месяца базу языка, тогда обязательно переходите по ссылке в описании, узнавайте все детали и регистрируйтесь на курс. Ну, а мы продолжаем учиться. Дальше довольно интересное слово, которое звучит как бляхара. Если вы житель Западной Украины, я думаю, вы знаете, что такое бляхе. Бляхе – это машины на польских номерах. Абдлахара – это девушка, которой нравятся парни, которые ездят только на быстрых и очень дорогих машинах. Хлач – это пить, но пить алкоголь и в довольно-таки больших количествах. Дальше у нас слово ЧАХО. ЧАХО – это очень красивое тело парня. То есть, если идет в яких бардзо аттракционный фацет. Атракционный – это привлекательный парень. И девушки между собой могут сказать, ну, але ЧАХО. То есть, очень классный, очень красивый он. Два следующих выражения – это сленговые формы слова РОЗУМЕШЬ. РОЗУМЕШЬ – это понимать. И очень часто его мы можем как бы вставлять в конце предложения. То есть, мы что-то сказали, там, рассказали какую-то историю, и потом такие – понимаешь? И вот форма РОЗУМЕШЬ, она выходит с такого разговорного польского, и вместо нее мы можем использовать либо КУМАШЬ, либо ЧАИШЬ. Но опять-таки, это сленговая форма. Мы там что-то рассказали, рассказали какую-то историю, и в конце говорим ЧАИШЬ-то, альбо КУМАШЬ-то, то есть понимаешь это. Я, конечно, друзья, за мир во всем мире, но следующее слово, оно немного агрессивное. Звучит как ДОЕХАТЬ КОМУШЬ. ДОЕХАТЬ – это не имеет ничего общего с ездой, это значит ударить кого-то. Например, если вы хотите пригрозить кому-то, вы можете сказать ЗАРАСЧИДОЯДЕ, то есть я тебя сейчас ударю. Наше наступное слово – ДРЕЩАЖ. ДРЕССЫ, я думаю, вы знаете, это спортивные штаны. А ДРЕЩАЖ – это тот, кто их носит. На самом деле ДРЕЩАЖ – это такая аналогия слова ГОПНИК, то есть человек, который ничем особо не занимается, возможно, делает что-то не очень хорошее для общества, то есть, ну, это прямая аналогия нашему ГОПНИКу. Наше следующее слово – ЭКИПА. ЭКИПА – это ОРГАНИЗОВАННО В ПЕВЕН СПОСУБ ГРУППА ЛЮДИЙ, то есть, объединена чем-то группа людей. Например, может быть, ЭКИПА В ПРАЦЕ, то есть, вот эта группа людей, которые вместе работают, то есть, ЭКИПА В ПРАЦЕ. АЛЬБА МОЖЕМЫ ПОВЕДИТЬ ЖЕНО НАШУМ ЭКИПАМ ЕДЖЕМЕ В ГОРЫ, то есть, нашей какой-то компанией мы едем в горы. Какая-то компания людей, группа людей с чем-то общим. Следующее слово, очень классное, мне кажется, самое позитивное из тех всех, которые мы сегодня разбирали – это ЭЛЕГАНТСКО. ЭЛЕГАНТСКО – это значит, ОЧЕНЬ ХОРОШО, КЛАССНО, ФАЙНЕ. То есть, ЯК ТАМ ВЧУРАЙ БЕО НА ИМПРЕЖЕ, но ЭЛЕГАНТСКО. То есть, это не имеет ничего общего с элегантностью, но больше просто, что очень классно было, очень понравилось нам что-то. То значит, ЭЛЕГАНТСКО. Наше наступное слово ФАЙКА. ФАЙКА, то есть, ИНАЧЕЙ ПАПЕРОС. ПАПЕРОС, то есть, СИГАРЕТА. Можем мы запятать КОГОШМАШ, ФАЙКИ. То есть, У ТЕБЯ ЕСТЬ СИГАРЕТЫ. ДАЛЕЙ СВОГО ФОРСА. ФОРСА, то есть, ИНАЧЕЙ ПЕНЁНЗЕ. Можем мы поведить же, НОТ ТЕН ФАЦИТ МАДУЖО ФОРСЫ. У НЕГО ОЧЕНЬ МНОГО ДЕНЕГ. Следующий глагол, который когда-то меня очень сильно удивил, потому что я никак не могла понять, что это имеет общего с реальным значением, звучит глагол как ХАЙТНОНЩЕ. ХАЙТНОНЩЕ это другими словами ВЖЕНТЬ ШЛУП, то есть, ЖЕНИТЬСЯ. НАПШИКУ ВАТ ОНИЩЕ ХАЙТНЕЛИ ОНИ ПОЖЕНИЛИСЬ. Следующее слово довольно популярно, думаю, вы его знаете, звучит оно как КАЦ. КАЦ это ПОХМЕЛЬЕ. Есть еще такой фильм КАЦ ВЕГАС. Поляки его так перевели, то есть, ПОХМЕЛЬЕ В ВЕГАСЕ. Последнее выражение, которое мы разберем, это ЛЕЧЕТЬ НА КОГОСЬ. Но ЛЕЧЕТЬ НА КОГОСЬ это не значит лететь на кого-то, это значит, что нам кто-то нравится, что мы в восторге от кого-то. Но как это используют? Например, у нас есть популярный футболист, какой-то любой, неважно, и мы можем им поведеть, что ВШИСТКЕ ЛАСКИ НА НЕГО ЛЕЦОМ. Это значит, что он нравится всем девушкам, все девушки его хотят. Это, друзья, была первая часть данного видеоролика. Надеюсь, она вам понравилась. Если да, и вы хотите увидеть вторую часть, обязательно дайте лайк и напишите об этом в комментариях. Потому что я разбирала и довольно много этого сленга есть. Есть очень разные выражения, хотела бы вам о них рассказать. Тем более, это те выражения, которые вы часто можете услышать на улице, которые вы часто можете услышать в фильмах и сериалах. На сегодня, друзья, это все. Надеюсь, вам понравился видеоролик. Желаю вам прекрасного настроения и увидимся совсем скоро в новом видео. Часть! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok